Будто замертво упала звезда, променяла свой небесный уют на палаточные те города, где на каждом перекрестке поют. Зрительный зал филармонии вместо тесного круга вокруг костра и плавучей сцены. Уже больше 30 лет барды встречаются не только летом. Зимний грушинский любим не меньше. И пусть поленьят леют только на экране проектора, билеты выкуплены все. Зал еле вмещает поклонников авторской песни. Почему проводят? Потому что соскучились. Соскучились и хочется в перерывах. От лета до лета это очень много времени. Сцена филармонии собрала больше 20 бардов со всей России. Надежда Ишова вернулась в родную Самару после долгих 11 лет на Полярном круге. Там в Салихарде и начала писать песни. Выступала на региональном этапе грушинского фестиваля. Почти все барды это непрофессиональные певцы, непрофессиональные актеры и музыканты. Поэтому здесь восприятие их творчества, их песни зависит от того, насколько они искренне, насколько они естественны. И это очень ценно. Глава Самара Олег Фурсов назвал грушинские душой столицы 63 региона. Вдумайтесь только в то, сколько прекрасных, настоящих людей было воспитано и воспитываются песнями грушинского фестиваля. Уважаемый Борис Рафаилович, летят годы, меняются эпохи, и сам грушинский фестиваль меняется. Он уже давно стал международным фестивалем, но тем не менее, благодаря вам он всегда остается самарским. Борис Рафаилович Кельман – один из основателей грушинского фестиваля. В этом году ему исполняется 75. Из рук главы Самары он получает городскую награду – знак отличия. В ответном слове цитирует Маяковского и добавляет, как здорово, мы здесь все собрались. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.